Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Ребенку с диагнозом ДЦП тяжелой степени уже почти полгода не выдают льготные памперсы. В Караганде снесут еще два кафе в центре города. Акимовла Сибаужан Абдишев побывал с рабочей поездкой в Бухожиралском районе. Когда выдадут памперсы? Собес вот уже пятый месяц не выдает льготные памперсы малышу с диагнозом ДЦП тяжелой степени. Мать ребенка с января обивает пороги городского отдела занятости и социальных программ в надежде получить подгузники. О проблемах расскажет наш корреспондент. У трехлетнего Абдрахмана детский церебральный паралич тяжелой степени. Два года назад мальчик буквально не мог поднять и головы. Благодаря бесперебойному лечению и стараниям родителей состояние маленького карагандинца такое. Молодая мама Насихат Кассетова родила своего первого сына абсолютно здоровым. В случившемся с Абдрахманом женщина винит местных врачей. После родов Насихат обратилась в отдел занятости и социальных программ. Помочь женщине сотрудники учреждения не могли отказать. Однако от этого толка мало. Мизерные льготы и подгузники – это все, чем обеспечивает государство ребенка-инвалида. И то, рассказывает возмущенная мать, выдают памперсы не вовремя. Я вчера ходила в Сабес. Мне там сказали, что Акимат деньги не выделил еще. Вот объявлен конкурс, и только в конце июня они нам выдадут подгузники. А нам что до этого делать? Мало всех проблем, свалившихся на семью Олжабековых, так еще и живут они не в благополучном районе. Кунгей. О проблемах этого места знают все жители города. Нет автобусов, света и воды. С этими вопросами жители микрорайона неоднократно обращались в вышестоящие инстанции. Однако все напрасно. На проблему народа так никто и не откликнулся. Дорогу мы делали сами, собственными руками. Думали, хоть с этой проблемой справились. Однако приехали к Караган-Джарык и начали жить. Хотели провода провести. И так все оставили. Старший сын семьи, восьмилетний Дарын-Шарык-Пек, в день ходит по 5-6 километров. Чтобы добраться в школу, ученик выходит из дома за два часа вперед. Иногда я с соседями выхожу, а зимой морозы очень холодно идти столько километров. Замерзаю. Один раз папа меня хотел отвезти в школу на машине, но машина застряла в снегу. Трехлетний Абдрахман два раза в неделю получает лечение в одной из городских больниц. Мать просто вынуждена водить ребенка-инвалида пешком. Я каждый день хожу пешком с сыном в больницу. Дороги плохие, автобусы не ездят. Что делать? Приходится. Собес на Сихат Кассетова навещала буквально вчера. Там же, вместо того, чтобы помочь несчастной женщине, сотрудники учреждения в ее адрес выразили свое недовольствие. К слову, отдел социальных программ города в год для каждого ребенка инвалида выделяет 480 штук подгузников. Сотрудники отмечают, что Абдрахман Шарыкпек в прошлом году получил все памперсы в срок. Объявлен электронный конкурс. Итоги подведены. В течение недели будут заключаться договора с данными поставщиками. И в начале июня до середины уже начнем обеспечивать инвалиды. Уже в следующем месяце трехлетнему Абдрахману предстоит перенести две дорогостоящие операции. А вот заработная плата у этой семьи совсем небольшая. Всего 40 тысяч тенге. И все добытые копейки уходят на вот эти вот лекарства. Миром Гусалкимбаева, Баужаналипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Последствия сильного ветра привели город в беспорядок. Дороги и тротуары усыпаны сломанными ветками, кусками кровли и мусора. На пересечении проспекта Бухажирау и бульвара Мира сломанные ветки упали прямо на высоковольтные провода. В результате чего оборвались линии электропередач, а также произошло обесточивание электропотребителей. В результате сильного ветра, прорыва 25 метров в секунду, имеющего место 22 мая 2013 года, в ряде регионов Карагандинской области зарегистрированы факты обрывов линии электропередач и обесточивания электропотребителей. По Караганде было где-то около 500 домов и двух-трехэтажных домов. По поселку Шахтинск 40 домов. Работа по восстановлению энергоснабжения ведется бригадами ТО Караганда-Жарок. Еще хотели предупредить жильцов, чтобы в такие природные явления были очень бдительными и осторожными. В Караганде снесут еще два кафе в центре города. Чистка улиц Шахтерской столицы от летних кафе, которые занимают землю незаконно, продолжается. О работе, проводимой в этом направлении, рассказали сегодня на пресс-конференции в городском Акимате. Ернарда Ребеков, руководитель отдела земельных отношений, рассказывает, в суды подано 25 исков о сносе летних кафе. По 17 из них уже вынесены решения. Теперь, если владельцы увеселительных заведений сами не снесут свои строения, им помогут судебные исполнители. Уже в июне планируют снести летнее кафе «Орхидея». Следом – летники доводчан и золотой шафран. Сроки землепользования указанных земельных участков истекли в 2012 году. Предоставление на новый срок было отказано в связи с противоречием пункту 63 правил застройки территории города Караганды, которое гласит, что размещение летних кафе допускается только для отдельно стоящих специализированных зданий, и при этом размещение летних кафе на придомовых территориях не допускается. Такая же участь ждет и автостоянки, которые также портят эстетический вид города, сообщили в Акимате. По-прежнему чиновники судятся с владельцами киосков, которым, по мнению местных властей, не место на центральных улицах. Активная чистка города связана с изменением правил застройки Караганды. Постановление было принято еще в 2007 году, вот только сносить незаконные строения начали лишь 6 лет спустя. Цель одна, чтобы город привести в порядок, город приобрел нормальный облик, потому что вы знаете, когда только коммерции начались, как и в 90-х, да, начались, ну тогда понятно было, поднимался малый и средний бизнес, всем подряд давали киоски, что хочешь, где хочешь. Ну сейчас уже другое место, ну понятно, это уже время такое было. Ирина Камышова, Телеген Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Аким области Баужан Абдишев побывал с рабочей поездкой в Бухожиравском районе. В программу визита входило ознакомление с социальной жизнью сельчан, развитием сельского хозяйства и промышленного комплекса. Глава региона ознакомился с ходом посевной кампании в ПК Киров. Баужан Абдишев осмотрел новейшую сельскохозяйственную технику российского и американского производства. Не утерпел и лично проверил все удобства работы на современных тракторах. Сами механизаторы высоко оценивают новую технику. Один трактор заменяет три трактора К-700. И выработка у них по сравнению с К-700 в три раза больше. Также здесь очень большой комфорт и удобство для трактористов. Аким области сказал, что этому хозяйству будет передано дополнительно 10 тысяч гектаров земель, что должно позволить увеличить производство зерновых культур и создать новые рабочие места. В ТО Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции главе области продемонстрировали новый самоходный опрыскиватель бразильского производства. В его емкости одновременно заливается более 3000 литров гербицидов. И с его помощью можно в сутки обрабатывать до 700 гектаров. Причем работать можно и днем, и ночью. Руководство института заверило, что к 2014 году опытное хозяйство на 100% освоит выделенные земли, и это позволит обеспечить область элитным зерном. Сегодня институт уделяет внимание и кормовым культурам. В связи с тем, что в Карагандинской области в последнее время развивается животнородство, для этого необходимо создать кормовую базу, которая должна основываться на многолетних травах, наиболее распространенных для нашей зоны – это житняк. И обязательно житняк высевать в смеси с бобовыми культурами. Еще одним объектом стала птицефабрика ТО «Акнар», где Аким области осмотрел птичник для цыплят на 17 тысяч голов, а также птичник для взрослой птицы на 18 тысяч особей. Ознакомился с условиями работы и технологией выращивания птицы. В районном центре глава региона побывал на ТО «Кастерм». Интересовался текущим положением дел на предприятии, перспективами его развития. В скором времени производство радиаторов здесь будет доведено до 60 тысяч штук. Дополнительно откроется 20 рабочих мест. Сырье для продукции поставляется компанией «Арселор Миттл Тимиртау». Рынок сбыта Казахстан и Россия. Аким отметил, что Бухаржирауский район располагает самым большим количеством сельскохозяйственных предприятий в области, и это делает его инвестиционно привлекательным. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. В ходе поездки по Бухаржираусскому району глава региона также встретился с жителями поселка Дубовка и провел совещание актива, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития района за 4 месяца и уточнены задачи до конца года. Во время встречи с жителями поселка Дубовка рассматривались актуальные вопросы для этого населенного пункта. В их числе обеспечение питьевой водой, строительство канализации, обустройство автобусной остановки и в целом транспортного сообщения, вывоз бытовых отходов, капитальный ремонт местной школы и строительство детского сада. Аким области сообщил жителям, что в рамках программы развития территории будет разработан комплексный план социально-экономического развития Дубовки, в котором найдут отражение все поднятые вопросы. Бауржан Абдежев сказал, что по его поручению будет создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос административно-территориального переподчинения отдельных населенных пунктов для создания благоприятных условий для их социально-экономического развития. Бауржан Абдежев поручил Акиму Дубовки отремонтировать дороги внутри села и уличное освещение. Не знаю, сколько вам времени надо. Два месяца, полтора месяца. Я вернусь, я специально заеду, никому не говорю. Он посмотрит, что. Про как будут дороги, как будут освещения. Приеду специально в ночное время. В завершении рабочей поездки Бауржан Абдежев провел совещание актива Бухаржараусского района. Бюджет района на 2013 год составляет порядка 5,3 миллиарда тенге. Это бюджет Ултаусского и Актагайского районов вместе взятых. В эту сумму входит 1,7 миллиарда тенге, выделяемых в рамках государственных и отраслевых программ. Данные средства будут направлены на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотделения, здравоохранения, образования, преподготовку кадров и развитие сельских населенных пунктов. Объем продукции составил 7,7 миллиарда тенге. Электрический объем составил 106,5%. Баружан Абдишев поставил перед участниками актива ряд задач и дал конкретные поручения. Аким области подчеркнул, что только проводя системную работу, можно достичь реальных результатов. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде сотрудники отдела ЗАГС поздравили девочку, появившуюся на свет 15 мая, в День семьи. Также торжественно приветствовали пожилую пару, которая весной отпраздновала 45-летие совместной жизни. Пожилая чита Бахтыбай Бану живу душа в душу уже 45 лет. Он почетный ветеран труда, бывший водитель со стажем, а она всю жизнь воспитывала детей. А в этом году, к Дню семьи, супруги отпраздновали 45-летие совместной жизни. Несмотря на преклонный возраст, в своих 76 лет пара готова горы свернуть. Сегодня я живу в поселке Жанакала. 40 лет проработал водителем. Сейчас на пенсии. Награжден несколькими орденами. Организовали праздник управления юстиции Бухар-Жараусского района. Подобные мероприятия они проводят уже не первый раз. В этом году решили пригласить специальных гостей с отдаленных аулов, дабы подчеркнуть их значимость. У нас на постоянной основе проводятся такие мероприятия. В основном мы их приурачиваем к одни семьи. Это 15 минут, но если вы не сможете наружать. Приурачиваем также к одни конституции, к одни независимости. Мы постоянно, мы постоянно стоим честным в наших популярах района. Вот сегодня у нас тоже такое же мероприятие. Сегодня мы честным парам, которые прошли вместе 45 лет, и торжественную регистрацию рождения ребенка. А вот главным гостем празднования стала новорожденная девочка Румия. Это первый ребенок в семье. На свет она появилась 15 мая в день семьи. В честь этого ей и супругам Искаковым были вручены цветы и памятные подарки. Амина Смаков, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Любовь к детям. Вот так по-доброму назвали свою акцию прокуратура района имени Казыбик-Би и департамент по исполнению судебных актов региона. Мероприятие проводится с целью оказания помощи детям, которые находятся в детских домах или родители которых являются безработными и злостными неплательщиками алиментов. Департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области совместно с прокуратурой района имени Казыбик-Би разработали и подписали совместный план мероприятия. Это в отношении злостных неплательщиков алиментов. Акция пройдет в три этапа. Один из них состоялся уже сегодня. С самого утра для алименщика провели так называемую ярмарку по трудоустройству. По соглашению с Центром занятости 10 алименщиков смогли найти сегодня работу по имеющимся вакансиям. А завтра сотрудники надзорного органа и департамента по исполнению судебных актов вместе с представителями духовенства и психологами наведаются к местным должникам, которые лишены родительских прав. Заключением данной акции будет показ мультфильма «Ертостык» для детей из детского дома «Кулыншак». Это будет в дальнейшем анализироваться. Если она будет действовать на должников и будет оказывать какую-то помощь по взысканию алиментов, в дальнейшем мы будем разрабатывать и углубленно рассматривать этот вопрос. Динара Сартаева, Кайрат Рашидов, Первый, Карагандинские. На древней земле Сырой Арки большой театральный праздник. В Караганде проходит Второй республиканский фестиваль национальных театров Казахстана. Шесть театров, более 130 участников открывают зрителям фантазийный мир театрального искусства. Второй республиканский фестиваль национальных театров Казахстана еще раз подчеркнул, что взаимообогащение культур, развитие языкового многообразия присущей государственной политике Казахстана. Глава государства вновь обозначил значимость для дальнейшего развития страны и укрепления межэтнического, развития межкультурного диалога народа нашей страны. Театр нужен обществу, чтобы осознать свое движение вперед, чтобы определить свое положение в мире, укрепить общечеловеческие качества. Казахстан богат на театральные события. В прошлом году это была республиканская конференция и выставка театральных художников. В прошлом году это был фестиваль молодых экспериментальных режиссеров. И спектакли мы смотрели как раз в этом же театре, на малой сцене, на большой сцене, в русском театре. И поэтому отрадно, что область вообще уделяет такое внимание развитию театрального искусства. Торжественное открытие второго республиканского фестиваля национальных театров Казахстана вылилось в яркое уличное представление. В прошлом году он проходил в Астане. В нем приняли участие этнические театры – корейский, уйгурский, узбекский, немецкий, русский, казахский и театр нацей. В этом году в фестивале принимает участие и Карагандинский театр имени Станиславского и Жасказганский музыкально-драматический театр имени Кожамкулова. В течение нескольких дней жители области смогут познакомиться с постановкой произведений классиков, таких как Ауэзов, Мусорепов, а также современных писателей, в том числе Конурбаева, Красногорова, Ушурова и Зимова. Тепло приветствовала горнянская столица своих гостей. Это символично, что сегодня наша многонациональная Карагандинская область встречает больших гостей театров, национальных театров нашего Казахстана. Сегодня в дружбе в мире дальше продолжают свои традиции, обычаи, языки. И сегодня вы видите, что второй фестиваль республиканский сегодня собрал наших талантливых, очень высокого ранга театров. Театральный праздник продолжается на сценах Казахского драматического театра имени Сагена Сейфулина и на сцене Карагандинского русского драматического театра имени Станиславского. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Беря Копаров. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Алюгал. Карагандинский шахтер в рамках 12-го тура Казахстанской премьер-лиги уступил в домашней игре лидирующему в турнире таблице Актубе. В самом начале матча гостям удалось забить быстрый гол усилиями узбекского форварда Генриха. После дальнего удара Мокин не сумел справиться со скользким мячом и тот, выскользнув из рук, залетел в сетку. 1-0. В начале второго тама неугомонный узбек воспользовался несогласованными действиями защитников шахтера и удвоил счет. Но карагандинцы сумели сократить отставание. Вышедший на замену Эдуард Вишняковс, удачно замкнул головой подачу и сократил отставание до минимума. Но это максимум, на что хватило сил горнякам в этом матче. К сожалению, мы проиграли эту игру. Неудачно сложился с самого начала матч для нас. Буквально два удара, два гола первых поворотом пришлось отыгрываться. И моментов было достаточно, чтобы отыграться, но забить мы не смогли, к сожалению, с теми одного гола. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саобонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин